оболочки головного мозга. Так же само, как и у спинного мозга. Вокруг головного мозга находятся три оболочки. Они называются менгес на латыни. И их тоже три. Это дуроматор, это арахноидоматор и это пиоматор. Твердая, паутина и мягкая оболочка. И так же само они послойно и располагаются. Первое, это твердая оболочка мозга, которая соприкасается с костями черепа. Под ней находится паутина, которая соединена рыхло с сосудистой и очень довольно плотно с твердой. И мягкая, пиоматор, длисосудистая, которая, как видите, здесь хорошо показана, заходит, она плотно прилежит к коре головного мозга и заходит в каждую борозду, в каждую черену. Полностью повторяют контур мозга. Соответственно, между оболочками могут формироваться какие-то пространства. Сама дуроматор по разным источникам в целом она состоит из двух листков. Даже здесь Натер вот нарисовал два листка. Один, он как бы является надкосницей, то есть он срастается с костями черепа. А второй слой, он уже непосредственно ближе к паутиной оболочке и между ними может находиться даже в некоторых местах полость. Так вот, между костями черепа и твердой мозговой оболочкой в спину мозга, там находится эпидуральное, значительное большое эпидуральное пространство. В головном мозге, в полости черепа эпидурального пространства практически нет. Он с надкосницей дуроматор срастается, если там может образовываться полость, однако в патологических процессах, когда там будут эпидуральные гематомы, например. Между паутиной и твердой мозговой оболочкой может формироваться субдуральное пространство. И в наших источниках тоже по-разному. Некоторые пишут, что там ее практически нет, что эта пространство будет при патологии, при субдуральных гематомах образовываться. В других источниках пишут, что есть небольшое субдуральное пространство, в котором даже находится небольшое количество жидкости. В любом случае, даже если оно есть, оно довольно незначительно. И между мягкой и паутиной находится то самое субарахноидальное пространство, спатиум субарахноидали, в котором находится лейкворспинно-мозговая жидкость, которая заполняет все это пространство вокруг спинного головного мозга, формируя эту самую гидростатическую подушку. Итак, твердая мозговая оболочка, дуроматор и ее образование, ее отростки. Дуроматор в полости черепа формирует несколько больших отростков. Так называемый серп мозга, серп мозжечка, намет мозжечка и диафрагма турецкого седла. Итак, серп фалкс церебри, вот он, он действительно похож на острие серпа, и он находится в сагитальной плоскости, и он как раз заходит в продольную щель между двумя полушариями. Он не доходит до мозолистого тела вот здесь, и спереди он срастается с кристогалли и ляминок реброза. Сзади он доходит до намета мозжечка и срастается с ним. Спереди он крепится по краям от Сулькусинуса к Италии Суперию. Далее, намет мозжечка, тенториум церебри, так называемый. Это две пластинки, вот они, твердой мозговой оболочкой, которая, ну, это отрезано, здесь видно только правую, которая расходится и заполняет собой фиссуру трансверси. Трансверси, церебри, поперечную щель, которая находится между двадцатичными долями полушарий и мозжечком. Расходится в стороны и разграничивая, собственно, головную мозжечок. И маленький, вот он, фалк с церебели. Маленький серп мозжечка, который заходит в небольшое пространство между полушариями мозжечка. Далее, диафрагма турецкого седла. Диафрагма сели, это отросток твердой мозговой оболочки, который закрывает диафрагму, пропуская туда лишь воронку. Инфундиболю к гипофизу. Также твердая мозговая оболочка формирует полость для узла тройничного нерва. Вокруг него он формирует расщепление и образуется полость. Камтрегиминали или по автору называется полость Меккеля. Самая твердая мозговая оболочка, соответственно, фиксируется. Она срастается с костями черепа, с надкосницей. Затем она срастается плотно с петушиным гребнем, с малыми крыльями клиновидной кости. В области форамон магнум, ну ее именно листок, который надкосницей формирует. Тот листок, который внутренний, он продолжается в дуроматор спинного мозга. А также за верхним краем пирамид височных костей. В некоторых местах, там где твердая мозговая оболочка подходит к бороздам внутри поверхности костей черепа, она расщепляется на два листка и срастается с надкосницей костей черепа. И формируя вот такие, как бы трехсторонние каналы, полости, которые называются синусами. Синусы твердой мозговой оболочки. По сути, это костно-фиброзные каналы, в которых находится венозная кровь. Которая оттекает, которая туда попадает, это отток крови от головного мозга, от оболочек, от костей черепа. Туда впадают диплоические, эмиссарные, вены глазничные и так далее. Они осуществляют кровоток, по сути, от всей полости черепа и органов, которые находятся в ней. По краям серпа проходит верхний и нижний сагитальный синус, сагитальная плоскость. Соответственно, синус сагиталис супериор и синус сагиталис инфериор. Верхний, он начинается от лобной кости, проходит по теменной, затылочной и заканчивается в области протоберанцев, в цепитале санитерно, где находится сток синусов, где объединяется много синусов. Нижний, он проходит по краю серпа нижнему и впадает в прямой, либо переходит в прямой. В этом месте у него впадает большая вена мозга, вена церебримагна или вена голена, по автору. Эта вена соединяется с нижним сагитальным синусом и формируется прямой синус, который идет назад и тоже впадает в тот самый сток. Еще в задней черепной ямке, в этот же самый сток по бокам впадают в оперечные синусы. Синус трансферсус, который после переходит в сигмовидный, в одноименный образец, который находится в синус сигмоидеус. Также в сам сигмовидный впадает верхний и нижний каменисты, синус патрозус супериор, синус патрозус инфериор. А также туда же, по этим каменистам, оттекает кровь от кавернозного. Синус кавернозус. В разных источниках по-разному, где-то выделяют передний и задний, которые анастомизируют по бокам, где-то выделяют правый и левый, которые анастомизируют сзади и спереди. Пещеристая пазуха. В нее также кровь выпадает из синус сфенопариетальс, который идет по контуру малого крыла кленовидной кости. В основании серпа мажечка, вот здесь, проходит синус акцепиталис. Он идет по кристо-акцепиталис интерна и доходит до форам-ин-магнума, где он может раздваиваться на два синус маргиналис. Маленький, краевой, он не постоянный, он может не быть. Если он есть, то он будет идти правый-левый и впадать тоже в сигмовидный. Вся кровь по этим синусам, получается, стекается в тот самый сток. Сток, конфлюенс синум, сток синусов, или повторно называется сток герафила, или торкулор герафилии. Сток синусов, соответственно, в нем соединяются аж пять синусов. Синус ректус, агиталис суперер, два трансферсус право-левый и акцепиталис. То есть циркуляция этой венозной крови идет в сток, из стока идет в поперечный, в синус трансферсус, из него в сигмовидный. Соответственно, из передней и средних черепных ямок тоже все стекается в сигмовидный. Сигмовидный, доходя до яремного отверстия, ныряет в него и, по сути, превращается в вена югулярис интерна, в внутреннюю яремную вену. И через нее уже идет на шею, и через нее, собственно, осуществляется отток венозной крови из полости черепа. Далее, собственно, субарахноидальное пространство и ликвар. Подпаутиное пространство находится между паутиной оболочкой и мягкой, которая, собственно, лежит на мозге и входит в каждую его борозду. В этом пространстве находится ликвар, который секретируется внутри мозга головного и как-то оттуда вытекает и циркулирует. Есть такое понятие о циркуляции спинно-возговой жидкости. Итак, формируется ликвар в желудочках, в боковых, в третьем и в четвертом секретируется он из плексус хороидус, из сосудистого сплетения, которое там находится. Причем секретируется где-то 90%. То есть, по сути, ликвар это ультрафильтрат крови, артериально, который там находится. Еще 10% это структуры, компоненты ликвара, которые туда секретируются эпендимой, которая устилает полости желудочков. Ликвар сам, он состоит в основном, это понятное дело, это вода, это электролиты, нейромедиаторы, небольшое количество там может быть белков и, конечно же, глюкозы. Ликвар образуется путем ультрафильтрации, то есть между тканью сосудистого сплетения и полостью желудочков находится барьер, так называемый гемато-ликварный барьер. Барьер не путать с гематоэнцефорическим, о нем мы поговорим чуть позже. Это между клетками, которые выстилают эндотелий этого сосудистого сплетения, находятся винистры, маленькие щели, через которые сюда имитирует жидкая часть крови и с компонентами, которые необходимы центральной нейросистеме. Итак, ликвар образуется большей частью, конечно же, в латеральных проблемах, в желудочках, через которых она вытекает через отверстие Монро, в третьей, и с третьего через водопрового Сильвия, в четвертый, и с четвертого через отверстие Люшки-Маженди в субарахнодальном пространстве и заполняют его полностью вокруг спинного и головного мозга. Выполняют здесь свои основные функции. Он формирует эту гидростатическую подушку, защищая мозг от сотрясений и ударений. Он формирует благоприятные условия, скажем так, среду для существования, так как в нем находится электролит, и он поддерживает тот ионный баланс. Через него могут транспортироваться определенные нейромедиаторы, а также дренаж метаболитов, продуктов обмена, которые образуются в нервной системе и попадают в ликвар. Итак, ликвар попадает через отверстие Люшки-Маженди в субарахнодальное пространство. В том месте, где пиоматор, повторяя контуры мозга, уходит в глубину, в щели, в борозды, а арахноиды находятся на определенном расстоянии от них, формируется расширение субарахнодального пространства, которое называется цистерна. Итак, какие же есть цистерны? Ну, которые можно на этом изображении увидеть. Во-первых, самая большая цистерна, цистерна Cerebellum modularis, в которой как раз открывается отверстие Маженди, которое находится, понятно, между предполаговатым мозгом и Мажечком. Также имеется цистерна Ponta cerebellaris, ну, она находится в фронтальной плоскости, ее здесь не показать. Она вот здесь находится между мостом и Мажечком, туда открывается как раз отверстие Люшка. Затем цистерна Pre-Pontina, вот она находится, предмостовая, между продолговатым мозгом и мостом. Затем цистерна Interpedoncularis, межножковая, в межножковой ямке среднего мозга. Цистерна Hiasmatis, под зрительным перекрестом. Довольно значительная цистерна Quadrigiminaris, над четверохолмом среднего мозга. Также непарно имеется цистерна вокруг мозга-люстого тела, цистерна Pericolosa называется. Также имеется цистерна Ambience, окружевающая. Цистерна, которая находится по бокам, тоже непоказательная, по бокам от ножек мозга. Pedunculus erabrius здесь находится, соединяет Interpedoncularis и Quadrigiminaris. А также цистерна Phospholateralis. Ее здесь не показать, для этого нужна латеральная поверхность мозга. У основания, у начала латеральной борозды, вот здесь, находится углубление, называется Phospholateralis. Соответственно, здесь расширение субархнодального пространства, в этом месте, называется Phospholateralis. Ликвар, ну, как стрелками здесь показан, он должен оттекать из субархнодального пространства, так как он вырабатывается постоянно, значит, ему постоянно он должен куда-то уходить. И уходит он в венозное русло, кровеносное, конкретно через пахионовый, так называемый пахионовый грануляц. Он, на самом деле, пахиони звали, а оно там, ну, в нашей литературе транслитерируется как пахиона. Это грануляция у нас арахноиды. Что это такое? Это в области, в основном, верхнего сагитального синуса, паутинная оболочка, она образовывает, как бы, такие впячивания. Вот они. Впячивания через дураматор в полость синусов, в основном, верхнего сагитального. И вот ликвар, заходя сюда, как раз в обеих арахноидальном пространстве, и дефундирует его в венозное русло. В области наибольших этих пахионовых грануляций, на самом деле, даже костях черепа остаются вот те ямочки. Фавеля гранулярис. Ну, и что касается гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер, это барьер, который находится между циркулирующей кровью, которая приходит к мозгу, и, собственно, мозговой тканью, в том месте, где эта кровь его кровоснабжает. И представлен он капиллярами артериальными и еще двумя типами клеток. Это перициты и астроциты, которые окружают эти, собственно, капилляры. Особенностью кровомозгового кровотока в том, именно в микроцерапертуарном русле, что вот в этих капиллярах мозговых очень небольшие фенестры. Этих фенестраций их практически даже нет. Это сделано для того, чтобы компоненты крови, не нужные те, которые не должны проходить туда, они не попадали в мозговую ткань. Это нужно для того, что мозг, мозговая ткань является так называемым забарьерным органом, о котором, грубо говоря, не знает наша иммунная система. И если она туда попадет, она его будет распознавать как чужеродный объект и будет его убивать. К нему будут вырабатываться аутоантитела, что происходит, например, при рассеянном склерозе. Когда начинают вырабатываться аутоантитела, камеелин, они разрушают его и проявляются довольно тяжелыми последствиями. В том числе и среди причин развития Альцгеймера тоже выделяют нарушение функционирования гематенцифалического барьера. Подробнее о этих вещах вы можете узнать на канале у врача-невролога Варвары Владимировны Бирюк. Очень советую, зайдите, ознакомьтесь. Пожалуй, на этом и все. Спасибо за внимание. Ставьте вопросы. И до скорых встреч. Продолжение следует...